В этом году вышла новая классификация ВОЗ – опухоли генетауринарного тракта. В том числе она включает и рак предстательной железы, и там произошли хоть и небольшие, но некоторые изменения, и о них я тоже сегодня расскажу. Вот так сейчас выглядит классификация эпителиальных опухолей предстательной железы. Нас с вами, конечно, больше всего интересует ацинарная аденокарцинома, она занимает в структуре более 90%, даже по некоторым данным более 95% опухолей предстательной железы. И вот здесь то, о чем я раньше рассказывала, как варианты ацинарной аденокарциномы, разделили на особые варианты строения ацинарной аденокарциномы, то есть атрофические, псевдогиперпластические и так далее, вы видите здесь на слайде, и на подтипы ацинарной аденокарциномы. Это разделение связано с тем, что особые варианты вообще никаким образом не влияют ни на клиническое течение, ни на лечение, вообще ни на что. Единственное, что морфологи должны знать эти варианты для того, чтобы правильно диагностировать и не перепутать с другими доброкачественными процессами. А вот подтипы ацинарной аденокарциномы, они имеют свое прогностическое значение, персневидно-клеточные, плеоморфные, а уже само название говорит о том, что это высокоагрессивные опухоли. И пин подобные, он протекает более благополучно и градируется тройкой по системе Глиссона. Ну, осталась, пока еще осталась протоковая аденокарцинома пристательной железы, хотя уже есть попытки оценивать ее как просто вариант ацинарной аденокарциномы. Ну и вместо целого списка нейроэндокринных опухолей в классификации ВОЗ появилась нейроэндокринная карцинома, связанная с лечением. Все эти варианты рака, ацинарной протоковой, должны быть градированы по системе Глиссона. Этой системе уже более 50 лет. Это вот в истории морфологии, это прям очень удивительный факт, что настолько живуча оказалась и настолько она оказалась полезна, эта система, несмотря на то, что она претерпела ряд изменений. Единственное, опухоли после проведения неодевантной терапии не оцениваются по системе Глиссона, потому что после неодеванта меняется морфология и всегда формальную сторону ухудшение, увеличение суммы Глиссона, хотя это на самом деле неправильная трактовка. Эта система не используется для градирования других типов карцинома, ротериальной, плоскоклеточной или какой-либо другой, кроме ацинарной и протоковой. Система градации Глиссона подразумевает под собой 5 градаций с уменьшающейся дифференцировкой, градации 1 и 2 это очень редко встречающиеся, и мы видим и диагностируем ее фактически исключительно только на материале трансферентральных резекций. Это такие индолентные опухоли, и мы не имеем права ставить сумму Глиссона ниже 5 на материале трепанобиопсии. Собственно говоря, и сумма Глиссона 5 это какой-то эксклюзив, и в общем-то не должно быть таких диагнозов, даже сумма Глиссона 5. Наиболее часто встречается градация 3, это отдельные хорошо сформированные железы, и представляет собой эта градация высоко дифференцированный рак, если подходить с общепатологической точки зрения. Градация 4 это уже снижение дифференцировки, которое отражается на морфологическом уровне, здесь уже и крепрозные структуры, и слившиеся железы. Градация 5 это низкодифференцированная опухоль, где железистая дифференцировка исчезает, сходит на нет. Опухоль состоит из пластов, из отдельных клеток, из стежей. Сюда же входит и вариант, представленный структурами с комедонекрозами. Но здесь есть такое заподняние, потому что подавляющее большинство структур с комедонекрозами не являются инвазивным раком, а относятся все-таки к интродуктальной карциноме. Хотя и инвазивные структуры такие тоже есть. В изменениях 2014 года ИСУ предложило некоторые уточнения, которые на самом деле нам, морфологам, очень важны и нас очень выручают. Так, если мы видим какие-то единичные железы, плохо сформированные, сливающиеся среди большого количества хорошо сформированных желез, мы не диагностируем градацию 4. Мы не оцениваем это как 4, и сумма глистов у нас остается 3 плюс 3. В то же время, если у нас есть случаи, где мы не понимаем, есть градация 4 или нет, вот вроде где-то там на краю столбика, плюс еще там ретракционный артефакт, краш-артефакт, и мы не уверены в том, что есть градация 4, что тогда делать? Нам ИСУ рекомендует отдать предпочтение более низкой градации, то есть если есть малейшие сомнения, градацию 4 не диагностировать. Протоковая аденокарцинома, вот ставят под сомнение ее существование, как отдельной структуры, но и носологической формы, но тем не менее. Все мы знаем, что есть два варианта протоковой аденокарциномы. Один классический вариант, который встречается редко, это опухоль, которая расположена в шейке мочевого пузыря, и она и клинически, и морфологически симулирует уротелиальный рак. И морфологи, кстати, часто ошибаются, диагностирует уротелиальный рак высокой степени злокачественности, в то время как это является раком предстательной железы. И второй вариант, когда протоковая аденокарцинома располагается в периферической зоне совместно с обычной цинарной аденокарциномой и не имеет никакой особой клинической картины. Вот, возможно, этот вариант и действительно является просто под вариантом протоковой аденокарциномы, но, и вот это мое личное мнение, не та опухоль, которая находится в шейке мочевого пузыря. Так вот, так или иначе, протоковая аденокарцинома является более агрессивным вариантом опухоли, и даже ограниченный фокус в материале является основанием к определенной терапии. Протоковая аденокарцинома мы градируем по системе Глиссона. Итак, когда у нас особые варианты, то все аденокарциномы с вариантами строения мы градируем по обычной схеме, которую применяем к обычной аденокарциному и игнорируем их особенности. А вот перстневидноклеточный, плеамортный гигантоклеточный, саркоматоидный – это всегда сразу градация 5. Это всегда, не может быть другого заключения. Протоковый рак имеет градацию минимум 4, а то и 5, если солидной структурой или с комедонекрозами. Ну а редкий пин подобный – это тоже градация 3. Ну, сумма Глиссона состоит из двух компонентов, наиболее распространенных. Казалось бы, ничего сложного, но есть ряд особенностей, как мы градируем и оцениваем опухоли в материале трепанобиопсии и в материале радикальной простатоктомии. Так вот, если вторичный компонент более низкой степени злокачественности занимает менее 5% опухолевого поля, мы игнорируем. Так мы ставим 4 плюс 4, если градация 3, там менее 5%. В то же время, если мы видим хотя бы одну крепрозную структуру при столбике, где у нас преобладает градация 3, градацию 4, мы выносим в диагноз. При наличии трех компонентов на первое место в сумме Глиссона ставится тот компонент, которого больше всего, на второе место более злокачественный, и третий компонент уже выносится, как в комментарии о нем пишется. В материале радикальной простатоктомии, там система немножко другая, там мы действуем классически, чего больше, то и включаем в сумму Глиссона. Даже если пятерка занимает меньше всего в структуре опухоли, то она идет третичным компонентом. Кроме того, в материале радикальной простатоктомии мы можем столкнуться, что мы видим в разных участках предстоятельной железы разные, не связанные друг с другом опухолевые узлы, притом с разной суммой Глиссона. Мы не должны делать среднее арифметическое, мы должны градировать каждый опухолевый узел, а в заключение выносить сумму Глиссона доминантного опухолевого узла. Так что, какой узел является доминантным? Отнюдь не тот, который больше по размеру, а тот, в котором больше сумма Глиссона. Помимо системы Глиссона с 2014 года применяется новая градирующая система, которую предложил Джонатан Эпштейн. И вот здесь это так называемый great group. И вот здесь постоянно происходит путаница. Даже на первом докладе я сидела и думала, интересно, это что подразумевается? На самом деле прогностическая группа или это все-таки градирующая группа? И я призываю, чтобы вы тоже как-то подключились, и морфологам тоже подсказывали, если они вам в своем заключении пишут прогностическую группу. Морфолог не имеет права выставлять прогностическую группу, он ставит градирующую группу. Потому что прогностическая группа выставляется на основании категории ТНМ, уровня ПСА и суммы Глиссона. Кроме того, используется и степень дифференцировки опухоль в их классическом понимании, хотя эти категории не столь распространены и, можно сказать, не модны. Итак, при микроскопическом исследовании трепанобиопсии мы для каждого столбика, мы должны описать каждый столбик. И в каждом столбике должны определить длину столбика, чтобы вы понимали, 90% от чего? От 2 мм или от 1,5 см? Это же большая разница. Дистологический тип карциномы, сумму Глиссона, процент вовлеченности столбика, может быть, в некоторых случаях и протяженность опухоли в миллиметрах, наличие переневрально-ангиолимфатической инвазии, наличие экстрапростатического распространения, если мы его видим достоверно, инвазия в семенные пузырьки, если там есть семенные пузырьки попали, и мы видим их, наличие высокой пины, интродуктальной карциномы, ну и обязательно указать наличие, если есть острая или хроническая воспалительная инфильтрация или любую другую информацию, которую мы там видим и хотим до вас донести. А в заключении, после того, как мы описали все 12-18 столбиков, столько, сколько вы взяли, мы должны отразить вариант аденокарциному, сумму Глиссона и градирующую группу, но опять-таки непрогностическую. Коллеги, я призываю вас, чтобы вы брали, когда вы забираете материал трепанопиопсии, чтобы вы брали, чтобы вы руководствовались правилом один столбик, один флакон. Почему? Потому что столбики могут фрагментироваться, и мы тогда не понимаем ни количества столбиков во флаконе. Если они фрагментировались, мы не можем протяженность, то есть процент распространенности по столбику, мы не можем сказать порой даже сумму Глиссона, что преобладает, потому что все перемешано, и в каких-то случаях невозможно понять, какой преобладает четверка или тройка. мы же, в свою очередь, должны очень бережно относиться к тому материалу, который вы для нас доставили. Вот привожу примеры случаев. На консультацию приходят препараты, и вот этот нижний ряд, посмотрите, фактически материал, можно сказать, неинформативный. После того, как наши лаборанты перезалили и поработали с материалом, посмотрите, прекрасно, великолепно взятый материал уролога, который в какой-то лаборатории превратили в неинформативный материал. Вот примерно вот так должны выглядеть стеклопрепараты биопсии пристательной железы. Материал радикальной простатектомии. Мы должны указать размер железы, особое внимание обратить на состояние капсулы, на наличие технических дефектов, и если они есть, обязательно должны окрасить их другим цветом. Для чего? Для того, чтобы мы могли оценить в этих участках края резекции. Оценить состояние семенных пузырьков. И еще, обращая ваше внимание, мы должны вырезать пристательную железу фиксированную для того, чтобы ответить на все ваши вопросы. И свои, собственно говоря, тоже. Время фиксации от 18 часов. Схему вырезки я вам не буду рассказывать, тратить ваше время. Одно могу сказать, что пристательная железа должна забраться тотально. И семенные пузырьки тоже должны забираться тотально. После того, как мы произвели вырезку, получились вот такие фрагменты. Еще дополнительная фиксация обязательно, потому что тех 18-24 часов не хватило, чтобы были хорошие качественные препараты. И формалин не проник в достаточной мере. Поэтому это еще на сутки фактически откладывает наш ответ. Поэтому вы не удивляйтесь, что на третий день ответа у вас нет, его просто быть не может. Для чего мы красим пристательную железу? Для того, чтобы определить хирургический край. Если мы поверхность пристательной железы не окрасили, а хирургический край – это вся поверхность пристательной железы, то мы не имеем права даже ни слова, ни полслова сказать о состоянии хирургического края. Единственное, когда мы видим, что все чисто, и он негативный, и нет окрашивания. Такое бывает, когда консультативный материал приносит. Тогда мы имеем право это сказать. Еще такая особенность. Даже самое маленькое количество вовлеченной ткани, отделяющей опухоль от краски, должно расцениваться как негативный хирургический край. А теперь типы позитивного края. Позитивный край может быть связан с тем, что опухоль проросла за пределы капсулы пристательной железы, и хирург не может убрать больше. Но он может быть связан еще и с нарушением целостности капсулы. Вот для этого мы окрашиваем эти дефекты. И здесь уже у нас встает вопрос стадирования, потому что если у нас есть дефект капсулы, и в этом краю резекции, в хирургическом крае, мы видим опухоль, то остается открытым вопрос. Это что? Это стадия ПТ-2 или все-таки ПТ-3А? Здесь схема, которая явно помогает понять, почему это так происходит. О позитивном крае мы должны сказать его локализацию, протяженность, и, конечно, сказать, что он интро- или экстрапростатический. Но только если это не область верхушки. Для того, чтобы мы могли стадировать, мы должны оценить экстрапростатическое распространение. Три варианта. Это опухолевые структуры в экстрапростатической жировой ткани, либо опухоль распространяется по переневральному пространству в сосудистонервном пучке. Эти варианты легко морфологами распознаются. А вот третий вариант – выход опухоли за пределы капсулы, при этом с формированием десмопластической струмы, которая симулирует якобы капсулу, неопытными морфологами может пропускаться. То есть нарушение вот этой контура приставительной железы должно расцениваться как экстрапростатическое распространение. Если же мы имеем дело с трепанобиоптатом, там один единственный критерий – это соприкосновение с жировой тканью, то есть достоверная инвазия в экстрапростатическую жировую ткань. Инвазия в семенные пузырьки. Для стадирования учитывается исключительно инвазия в мышечный слой экстрапростатической части семенных пузырьков. Знаете, сейчас пошла какая-то мода, приходит заключение. По трепанобиоптату на консультацию приносят пациенты, и там по трепанобиоптату стоит ПТ-стадия. Вот это категорически нельзя по биопсии стадировать рак предстательной железы. Когда мы говорим об экстрапростатическом распространении, мы должны написать его протяженность и глубину. Кроме этого указать дополнительные данные. Переневральная инвазия, которая встречается чуть ли не в каждом первом случае. Сосудистая инвазия редка, и если она есть, она требует зачастую иммуногистохимического подтверждения. Если есть эмболы в лимфатических сосудах, то обязательно должны быть поражённые лимфатические узлы. Если лимфатических поражённых узлов не значит, надо, чтобы морфолог сделал дополнительные срезы или доказал, что это лимфовоскулярная инвазия. Если была неодевантная терапия, морфолог не оценивает сумму глиссона, но оценивает эффекты лечения. Но вы должны указать. Я уже, когда смотрю, я вижу, это простата лечённая, даже если не указана в направлении, но я всё равно звоню в таких случаях. А молодые морфологи, которые не обладают богатым опытом, могут вам тройку сумму глиссона 6 превратить в девятку после лечения, не обратив внимания, не поняв, что она леченная. Хочу ещё пару слов сказать про простатическую интерапетериальную неоплазию. Она чаще всего локализуется в периферической зоне, и в материале трансуретральной резекции это какая-то суперредкость, и не должно быть таких диагнозов. Вот последняя классификация. Посмотрите, приводит частота. 9% от 4 до 16%. И имеет значение пена множественно. Если пин в одном столбике, то вероятность обнаружения рака пристательной железы такая же, как и у пациентов без пин. В то же время множественная пин сохраняет ещё своё значение и фактически удваивает вероятность обнаружения рака пристательной железы в последующей биопсии. Но вот здесь внесли некоторую сумятицу в ряды. Последняя классификация ВОЗ, потому что криброзные структуры, которые мы классически определяли, в криброзную высокую пену, нам предложили вообще их никак не оценивать. Нам предложили, если там выраженный полиморфизм и АТП отнести в интродуктальную карциному, а всё остальное обозвать атипической криброзной пролиферацией. Вот что за этим термином стоит, в итоге непонятно. В итоге у нас размылось понятие интродуктальной карциномы. У нас появилась атипическая криброзная пролиферация, к которой не понимаешь, как относиться. Мы будем писать атипическая криброзная пролиферация, что для вас это значит. Нам вообще это удобно. Не знаешь, что писать? Пиши атипическая криброзная пролиферация. Я не совсем поняла этот ход экспертов ВОЗ. Точно так, как с интродуктальной карциномой. Потому что интродуктальная карцинома ещё в 2012 году Боствик считал, что этот термин не имеет права на существование, потому что нет критериев. Эпштейн, однако, уже в классификации ВОЗ 2016 года появились критерии, вполне себе удобоваримые для того, чтобы диагностировать это. А сейчас это категория вообще. И мы тогда говорили о том, что это признак неблагоприятного прогноза. Сейчас она размыта, потому что часть ПИН, то, что мы раньше оценивали как ПИН, оно вошло в категорию интродуктальной карциномы. И посмотрите на цифры встречаемости. Чуть ли не треть пристательных желёк содержит материально-радикальная простатоктомия, содержит структуру интродуктальной карциномы. То есть это какой-то перекос, который нам всем надо ещё и осмыслить. И нам, морфологам, и вам, урологам, и всем нам. Также остаются фокусы подозрительные на рак пристательной железы. В то же время я хочу сказать, что иммунодистохимия – это не панацея, если мы выражены признаки АТПМ. И так говорим, что это рак пристательной железы. Если признаков недостаточно, то иммунодистохимия может любой процесс, например, неполную атрофию, прерывистый базальный слой, ошибочно принять за рак пристательной железы. Нейроэндокринная карцинома, связанная с лечением, фактически клинически она ведёт себя как мелкоклеточный или крупноклеточный рак. Это агрессивная опухоль. Позвольте, я не буду на этом останавливаться. И хочу закончить. Это последний слайд. Хочу закончить им. О чём ещё может свидетельствовать морфологическая картина и строение рака пристательной железы? Вот если мы с вами видим внутрепротоковую карциному, это рак преимущественно гриброзного строения, высокая сумма глиссона. Относительно молодой возраст пациентов, то существует очень большая вероятность наличия генетических дефектов препарации ДНК и различных герминальных мутаций. И желательно молекулярно-генетическое исследование, вот в частности, хотя бы определение мутаций Берсея-1, Берсея-2 или микросателлитной нестабильности. Но это особо отдельная история, отдельная тема. На этом разрешите мне закончить. АПЛОДИСМЕНТЫ